тут а еще как-то надо пролезть блин я надеялся что я смогу здесь пройти к той черепахи ко второй придется довольствоваться судя по всему только лестницей пройди к баллистам как я я может и рад бы отлично все это время был спуск но вот а там есть проход из здания просто снизу я так понимаю туда вообще нет ни варианта забраться и я не помню я не вспомню просто дорогу по листам я слишком плохо в этом для меня локации чтобы запомнить локацию я должен находиться ну бродить по этой локации как минимум один день а поскольку я пропустил каким-то образом вот эту штуку поскольку я позавчера был локации с баллисты о лут пропал может он наверх переместился там где ему и место короче нет не знаю я где баллисты да интересно что заставило его переместиться наверх потому что я вроде как начинал что-то мне подсказывает что я не смогу изданить смогу что-то мне подсказывает что а зачем собственно мне надо надо код нам всем очень интересно слушать как ты орешь и даже не сомневайся в этом и дрилла баллисты и баллисты ну мог могу предположить что они где-то там баллисты я помню да то что там в комнате с баллистами есть спуск вниз а вон они там какой ты быстрый я не думал что ты так далее так быстро сюда добежишь кусок и нежити блин комната с баллистами ну я в принципе готов был и данных ебать а чё у тебя всегда у них была такая быстрая атака играть третий удар не по одному в итоге не попал который стоял вплотную ко мне не ко второму давай еще после смерти после смерти еще траха землю чертов извращенец я судя по всему так пикинеры те чувак давай говорит тогда вот так так же я хорош господи иисусе как же я хорош мало то что я промазал так я еще и промазал а вот она сейчас я убью этого типа нихуя не вижу так что выходите сами ко мне я помню куда ведет эта фигня в вонючим черепахам да иди ты сука 2 враги первой локации ебут дня на 50 там 60 левеля а еще с освещением стало тут и раньше в этой комнате нормальный свет был тарк плен соус давайте что не подсказывать что там фигня на самом деле потому что это самая начальная локация и лучше бы эти лучше бы эти камни фароса подсолить вот те два сундука в одном пике точеные в другом сами знаете что что в печень примешь окей кусок титанита это не так уж и плохо кольцо кларанти звучит как что-то для магов nice nice это лучшее что я мог сделать вообще лучше что я мог найти блять теперь у меня еще больше эффектов я теперь зеленый если еще и кольцо на хп регена надену я буду вообще весь просто за хп регене ный господиной срань для налога хоть хватает хватает но я хотел стрел купить так что никакого левела так теперь надо вспомнить как отсюда пройти к костру ближайшему наверное вот так я надеюсь она реально работает нет 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 ни кидай бомбу сомнительно на самом деле хотя мне кажется чем меньше у меня из расходованной энергии тем она быстрее восстанавливается но не смысле до конца смысле скорость по движения полоски больше наверное кажется так значит чё чё у тебя новый ассортимент какой-нибудь появился топор можно папку зарубить топором о о 12 кусков бля сука дорогой какой ты мутила ладно я буду иметь ввиду что у тебя она есть потому что я знаю где еще один этот сидит так говорите исходить к бабкам в начало до доспех а у роса давайте кстати заполучим себе доспех а у роса не бери смысле не бери корень не брать так а кто показался в лесу нам нечего тебе предложить может быть это половник служанки удачи в но я знаю вот эти вот спидран пройти dark souls только половником и так далее честно странники знаю у тебя должна быть своя история иначе с чего бы теперь идти сюда в заброшенное гниющее царство меня зовут милибет старухи прежде были хранительницами огня я присматриваюсь за ними так дело моя мать и ее мать и мать ее матери и так далее эти старухи хранили огонь но сейчас огонь затухает как и королевство пожираемые полыми эти старухи сестры мне сказали что была и четвертая давным давно хранительницах огня знали все но теперь они затеряны развеяны по ветру интересно не ну вроде бы это она то есть в третьей части торговц торговка и она очень похожа вот на эту интересный диалог с тобой ты где же разговаривал с пожилой дамой верно какой именно перераспределить очки поговорить тут все так просто перераспределить очки это странно может это в дел си добавили ну смысле этот solar of the first 7 который ну и чё я не я не понял у кого что надо покупать чтобы кто-то там переместился в мачулу на нашу базу типа никто из них не хочет вообще торговать со мной какой-то там старухи что-то купить пошли стрелку пир может она потребуется суд души для перераспределения а у меня есть но ну да скорее всего так и есть но просто в третьей части чтобы перераспределить очки это нужно реально запариться по этому поводу там нужно вот эти языки выбить потом найти эту бабу с ковенантом ее и после этого после того как ты перераспределишь очки или сменишь себе внешность ты там один короче из нпс станет к тебе враждебным и ты такой типа стеснешь функция торговка которая продала камень фараса я забыл что это баба просто там на мужика на гопника на картах сидящего похоже я забыл что это торговка точно тоже старая женщина точно 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 слишком много говорю точно купим на все деньги хуже не будет и даже стрелы что может пойти не так может она уже готова я у нее купил тысяч на всем наверно 8 давай нерфис я не уверен что через часик стрим еще будет ну да ладно мелентия ты сразу по этим землям в эти дни только странники заходят местные то все разбежались давным давно здесь отгремела война и дранглик превратился в кучу щебня это было когда гиганты перешли море кажется битвы никогда не прекратятся беднякам вроде меня даже негде прилечь поспать поэтому я ношу все свои вещи с собой хотя ты путешествуешь налегке мне кажется тебя не убежишь этом время всегда с тобой говорят деревья выросли на станках гигантов из каждого тела проросла новая жизнь такая какой ты видишь ее сейчас но ты знаешь что поговорю не будут и другие не верь тому что говорит старая карга настало время идти дальше когда увидимся следующий раз дорогуша у меня будет что тебе предложить давайте посмотрим что у нее будет предложить мне идти дальше это дайте дальше значит идти отсюда нахер стрел много не бывает все правильно стрел мало бывает вот например в dark souls 3 там ограничение на стрел 200 100 штук с собой типа носить можно закупить можно 200 всего а носить с собой 100 плюс ну 100 каждого вида видов стрел довольно много так что в принципе это не проблема но тем не менее тут можно по по тысяче каждого вида стрел носить каждого по тысячи вы представляете сколько драконов я блять смогу убить и черепаших рыцарей просто я смогу быть до вакином летят все недорого давай посмотрим сучка у тебя даже это цены не понизились и ассортимент не увеличился ты просто теперь тут сидишь о разница в путешествии к одному костру это вообще не то о чем я ожидал так надо еще кое что посмотреть сколько у меня камней мне нужны чтобы улучшить мой меч до плюс скольки 8 получается тема меч вот помечу до плюс 8 мне нужно значит два куска титанита а у меня есть стоп кусок титанита кусок титанит используя для усиления снаряжения усилий снаряжение до плюс 10 то есть это самый крутой титанит нашли в древних залежах в недрах земли назвали даром богов это один из кусков изначальный глыбы титанита чьи осколки разлетелись по всему миру говорят что искуска титанита можно выковать его куша достойно богов усиливает особое снаряжение большая окаменевшая кость если снаряжение создана из особых души ну да а мне нужен вообще обломок титанита по моему чтобы улучшать шмотки подходить через месяц шишка это к чему вообще про стрим полосы осу стримить я не играю вас и сейчас последний там не знаю месяц наверное какие когда я последний раз осу стримил я тогда и это я тогда и играл в мишу о че-то там и молот кузнеца ебать ты щедрая душа чем не с ним делать работу твою отбирать плеще чем моя безрассудная дочь только не проведи в странствах все оставшуюся жизнь слышишь я знакомлюсь с кузнечным делом но души можно использовать и по-другому не трать души на бесполезные побрякушки по размыслить прежде чем их использовать снаряжение можно лучше помощью редкой руды но найти ее довольно сложно в камнях хорошо разбирается моя девчонка но она все время резвится где-то в округе да иногда можно и путешествовать нельзя бродить по миру вечно даже тебя наверняка кто-нибудь ждет дома нет вот проклятие ты начал повторяться чувак так мне нужен обломок титанита 5 штук обломки титанита никто пока не продает или может быть ты уже начал продавать может ты уже начал продавать нет иначе он начнет какой-то момент продавать где его дочь хреново знает на самом деле где ближайший босс тоже хреново знает блин не ну тот босс последний которого я убил это было что-то совсем непразумительное чё там снизу видно лут какой-нибудь куда все там полу там полять я вижу лут снизу сука японцы как вы это делаете там есть лут ну да я же самый низ на не прыгал еще пошли видеть еще я могу сказать там есть лут пошли так было больно так стоп разве вот на эту балку я не прыгал я сразу наверно спрыгивал вот сюда привет сингром третью часть я прошел и третья часть безусловно лучше чем вторая то есть элементарно даже геймплей на она она очень хороша в ней есть у нее есть недостатки определенные но тем не менее она очень хороша вот вторая часть тоже имеет некоторые определенные недостатки и тоже не скажу на самом деле что она плохая мне совершенно не хочется ее обсирать то есть до фанаты первой части говорили когда только вышло вот это вот оху посмотрите там прям такой яркий яркий лут вот как-то подобраться можно рискнуть и прыгнуть ну прыгнуть на эту балку это все равно что типа прыгнуть на член черному парню и сказать типа ой я не ожидал что он такой большой вот потому что большой пиздец будет ждать меня если прыгну на эту балку я рискну я мудак толпаю кусок нахуй я это делал вот типа больше всего людям как правило нравится 1 1 dark souls вот я не могу прям сильно разделять это мнение потому что я не играл в 1 dark souls ну то есть я играл но я не проходил никогда его и в него реально очень тяжело и физически больно играть если у тебя ненадрочные на геймпад руки у меня очень ненадрочные на геймпад руки геймпад в моих руках как я не знаю что овощи 26 ладно можете продолжать считать смерти потому что это очевидно не первая смерть в этом месте не она первая не она последняя то есть не последний я имел ввиду девятнадцать душ видали ну начнем с того что я блять даже не знаю что вот на этой лестнице я решил вниз сразу спуститься потом убиться специально потом снова сюда спуститься пропрыгать до этой лестнице но может здесь вообще костер какой-нибудь стоит здесь ворота которые заперты серьезно ну и срань на самом деле проще вот так вот спрыгнуть и не умереть блять кольцо злого глаза плюс один обычно кольца плюс один падают на new game плюс но это параши на самом деле поглощает здоровье каждого убитого врага мы знаем как это работает это работает ровно не как бля я на самом деле жалею что я на эту арку спрыгнул я смогу неудачно вперед пройти и скатиться типа я именно об этом и говорил но у меня в принципе ничего особо больше и не надо от этого места я то есть делал все что хотел так надо одеться больно уж непотребное выгляжу данная код так ну и надо сожрать человечности а то больно уж я непотребно выгляжу ну и чё надо попробовать убить того самого босса на пошли попробуем мне очень нравится путь для него но я не знаю где ближе дайте найти ну то есть я знаю вот сюда вот например можно идти я уже купил два этих дело же не в этом хочется же боссов убивать без абуза всяких то есть понятно что это внутриигровая механика но блин мне так не понравилось то что я убил вот этого чувака мне просто впадлу было на самом деле мувсета его заучивать вы видели то что я вам на вот этого преследователя убил типа без все этой фигни но такое проблема вот я я почти уверен что я иду до этого босса не тем путем который который самый типом который самый близкий но как к нему прийти близким путем я хотел уже отпрыгнуть у меня даже энергия была чтобы открыть ну вот я иду на боссы и у меня уже нету хп части и вот эти вот ворота вечно открывать там снизу есть что-то типа ворот но как ими пользоваться а может тут вниз надо идти они наверх точно надо отсюда к боссу очевидно идти ну там дверь все время закрыта сук ладно пошли и 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 Отлично. Энергии очень не хватает. Итого, начал бить его. Итого, начал бить. Это было не круто, блядь. Я думал, он сейчас ударится вверх или типа того. Неожиданно. Не тот, я думал, что тот, у которого мало хп. Ну, я чуть-чуть прокачался. Скажем так. Нормно, босса, кольцо кота. Ну, идеально. Идеально. Все было калькулейте. Ты же видел, я спрыгнул и не потерял хп. Это не потому, что я забыл его снять. И мне не мудак. А просто я помнил об этой секретной двери, на самом деле. Не уверен, что ее можно было юзать во время боя с боссом. Впрочем, я бы не удивился. Это же японцы. Да, слабенько. Да, ну, просто я хорош. Почему вы не хотите признать это? Сейчас тохнет, я до какого-нибудь. Бесшумность. Спелл, которым никогда в жизни не воспользуюсь. Я, кстати, почти был уверен, что здесь два этих... Две потайные комнаты внутри одной. Но, мне, видать, показалось. Не, ну, во время боя с боссом точно нельзя было юзать эти двери. Я что-то еще помню. А, не на тут лут. Косточка возвращения. Ну, я тут точно не допрыгну. Прямо 250 процентов. Тут две или три комнаты, обычно все арены. Прямо даже три, может быть. Я не прыгнул. Ну, гоу. Сейчас я попробую еще раз прыгнуть. Там наверняка лестница где-нибудь справа или типа того. Смотрите, я даже человечность не потерял. Найс. Прямо гордитесь мной. Я горжусь собой. Так, сейчас. Только прыжок надо реализовать. Найс. Все. Я горжусь собой прям... Как... Как... Я не знаю. Душа... Душа солдатика. Мне страшно. Там суицидник что ли был? Сучучий потрох. Я бы не отказался от костра где-нибудь здесь поблизости. Вот он, потайная комната. Скамикадзе. Ну ладно, вряд ли в потайной комнате сидел бы Мимик, правильно? Красная вода. Не уверен, что... Одобряю. Красители, все дела. Восстановить здоровье и заряды заклинания. Красная вода. Вода алого цвета и неизвестного происхождения. Восстановить здоровье и заряды заклинания. Некоторые называют ее красной святой водой, но не все признают ее святость. Такая разница. Какая святость нафиг в мире, где куча вот такого вот дерьма происходит. О какой святости вообще речь идет? Вот ты перепрыгнул, и теперь мы гордимся тобой. Ну, могли бы и заранее погордиться. А, я помню, они прям в этой, прям в клетке он сидел вот в этой вот. О, костер. Найс. Давайте сначала... Раскачаемся. Как пусечки. Ну, 34 тысячи этого мне... 34 тысячи. Посмотри, еще на первом этаже. Ну, давайте, сейчас все облазим. Сейчас я вспомню, на что я мог потратить деньги. На что-нибудь полезное. Вот у нее купить за 12 кусков. Я потому что знаю, где еще одна. То есть, я уверен, что их и так в игре можно найти более чем достаточно для всех этих статуй. Но, ладно. 12 тысяч больше, 12 тысяч меньше. Это, типа, скоро я найду какой-нибудь фарм места. Хотя здесь тяжело найти фарм места, потому что здесь врага 10 раз убиваешь, и он, типа, становится это... Ну, и он не появляется больше. Ну, не страшно. Так. Значит, сейчас... Стык из поединички качается. Давайте физуху в 2 возьмем. И ловкость. Или силу. Давайте... Силу. А потом ловкость. Не скажи, те же камни фараса, люди фармят с мобов, их не хватает. Ну, нет, камни фараса это другое. Типа, ты видел, сколько в одной вот этой вот локации камней фараса надо? Что, блин, 15, наверное. Это понятно, что если их везде тыкать, то их будет не хватать. К тому же, не все же так скрупулезно обыскивают каждый угол локации. Типа, пытаются изучить каждую локацию и все такое. А я такой. Ну, не всегда. Есть локации, которые хочется пробежать и забыть, чтобы кошмары, главное, не снились после этого. Мне, по идее, должно хватить на еще один уровень, да? Блин, за это дают две тысячи, и мне не хватит. Две тысячи? Две тысячи. 6-100, а надо где-то 7-7 с лишним. Два камня фараса, кстати, у меня. Надо 7. Это все лишние стрелы, которые я купил. Ладно, пошли дальше в эту локацию. Так, нет. Кажется, она. Да забавно, Салман, ты так много знаешь про эту игру, но при этом, насколько я понимаю, ты в нее не играешь. И не играл. Это ведь так? О, камень фараса. Найс. Опять ты, да еще и в темноте. Ну, пидор. Он стал сильнее. Ну, не намного. Не сильнее меня, скажем так. Только я нихуя не вижу, это еще тут. Такая шопа, блядь, в этой комнате темная. Пошадничал. Сука. Да нет, но я должен был убить его, но это пидорство. Да ну пидорство. Да ну пидорство. Ебаная темная комната. Нихуя не видно. Точно, надо еще и к пикалпиза идти. Ну, ебаная темная комната. Ну, ни хераща, вообще не видно, сука. Сейчас я кольцо сменю. Блядь, мразь. Какое кольцо надеть? Увеличивает физатаку. Блин, вот это кольцо было бы надето, я бы... Крохнула, тот пидор. Мерзкий, вонючий пидорас. Да я нажал на прыжку, а у меня не было умерки. Отлично, блядь. Еще и посмотрите, насколько это пидорское пидорство, то, что его вот в такую вот комнату посадили. Да он даже не должен, блядь, мочь что-то делать в ней. Блядь, я забыл про этот последний удар, сука. Иди ты нахуй! Какой-то раз. Просто иди нахуй. Опять жадничаешь. Я сейчас не жадничал, я просто должен был ударить... О, должен был отпрыгнуть, но я не отпрыгнул. И это было не жадничать. Ну, у меня просто энергии хватает на три переката. Здесь перекаты очень много энергии шрут. В отличие от третьей части, к которой я, естественно, привык очень сильно. Большая дубина. Больших дубин и тебя, блядь, по лицу. Пцающий титанит. И дайте угадаю, блядь, с ловушкой сундук. Чтобы вообще было кайф. Колокольчик шрица. Ебал я ваших шрицов. Должен заметить. Во всевозможные отверстия. И в колокольчик, в том числе. Тактическое отступление. Лестница спасла от проклятия. Ну, да. Раз еще я пришел сюда. Может, мне кусков титанита дадут? Да побольше. Башня луны. Это должна была быть скрытая локация. Я что-то не понимаю. Я помню, тут вторгается пидор. Это ковенант с пидорами, и здесь вторгается пидор. Но там наверху есть какой-то лут. Не хочу... Потом подойдем. Сначала надо потратить туши, опять-таки. Ну, с этого пидора хотя бы 6000 душ дают. Уже немало. Так. Пошли потратим. Потом я вернусь, естественно, к этому ковенанту. Интересно. Синяя очко. Новый уровень. К сожалению, только один, блин. Опять-таки у меня останется душ. Чуть-чуть не хватает на этот, на новый левел. Такая ловкость. Хотел как-то раскачать. 5000. Не знаю, куда их деть. А, на что бы мне... Нет, не то. Я хотел посмотреть, сколько у меня веса. Блин, 48% это несерьезно. Но надевать шлемак я не хочу. А вот с этими доспехами будет... 52% вместо 48%. Мне интересно, а я могу их заточить. Блин, 52% меня устраивает, в принципе. Это не сильно отличается от 48%. И я могу ее даже заточить. Мерцающим титанитом. Хочу ли я делать это? Я могу ее на два заточить. Нет, пока не хочу. В ее область. Ты мой поставщик стрел. Тебе нельзя в ее область. Ну окей. По крайней мере, сейчас эти доспехи более-менее на мне сидят. Не то, что, блин. Раньше. Раньше я с ними... У меня было там 60 с чем-то. И типа, это вообще было плохо. На 52 это прилично. Можно, наверное, даже штаны какие-нибудь попробовать надеть из этого сета. Ммм... 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 Ну, один процент. Зато дефа намного больше, слушайте. Ну, вроде терпимый перекат. Найс стул, найс физика. На этот стул можно посадить сразу две девушки. Нормально. Блин, а тут все стулья такие. Это странно. Многофункциональные стулья. Так, сначала комнату обыщем. Бой с боссом, которая... Только это вот проблема. Это не она. Но я все равно тут потыкаю на кнопки. Ну, мало ли. Окей. Ммм... Это к костру. К хорошему костру, по-моему. Шорткат. Ключ от подземелья. Мечхейда обычным точится. Так почему бы и нет? А вот доспех Алвы... Как бы круче он, легче и чуть хуже. Но сейчас уже непринциально весь запас по весу есть. Доспех Алвы я на самом деле не понимаю, в чем его крутит с напами. У того, что он неплохо выглядит. Потому что он очень мало дефа дает. То есть у него буквально по 90, по 80 дефа. А у этого 195, 180. То есть в два раза круче. И при этом 50, это довольно неплохая. Но я бы хотел, конечно, чтобы было... Ну, на самом деле, где-то в районе 50. Тяжело просто переучиваться. Вот, например, в... В третьем Драгон... О, блядь, Драгон Эйджи. В третьем Дарк Соулсе у меня... Я сейчас персонаж там 150 какого-то левела. На мне куча тяжелых доспехов надета. И у меня 66, по-моему, процентов веса. И у меня перекаты лучше там, чем вот это вот. Ну, я не то, чтобы прям практически на месте катаюсь сейчас. Но определенно не так далеко, возможно, как хотелось бы. Хотя... Очень далекие перекаты в этой игре, они не всегда полезны. Попилот, привет. Вот. Че, наверх надо? Где-то тут костер должен быть качественный. Где-то тут Дракон качественный, судя по-моему. Тут я видел тень, но я так и не смог разглядеть, что это пролетело. Кстати, понятно, откуда скриншот. Судя по всему, вот отсюда. Давайте наверх сначала сходим, что ли. Или нет? Вернемся в комнату с боссом. Вернемся в комнату с боссом. Это от костра мы идем. Окей. Вернемся в комнату с боссом. Мне, кстати, нравится вот этот парень, то что... О, нет. Ты же взорвал себя, парень. А почему мне душ за тебя не дали? Отстой. Он легкий, можно без скача веса носить его. Кто? А, тот доспехал. Ну, типа, да. Это шкаляр? Да, это шкаляр. Это шкаляр. Так, а что это такое там светится? Парень, я... I can see you. С помощью баганых текстур, но тем не менее. Найс. Пошли первый этаж обыщем. Вот, что было бы со мной в бою с боссом, если бы я, типа, спрыгнул без кольца. Оп, видали? И я бы не убил уже этого босса. А так я с колечком прыгнул и... Собственно, да. Так, ну, вряд ли двери на этой стороне еще есть. Найс. М-м-м-м-м-м... Найс. Сразу две. Три. Это уже перебор, по-моему. По дверям. Выпуклый щит. Ну, ладно, если тут в тайниках такое дерьмо валяется, то, в принципе, не перебор. Он же что есть, что его нет. Пжавая монета. Так, я не понял, а зачем вот эта комната? Она какая-то невразумительная. М-м-м-м... М-м-м... Лучше бы там это, щит валялся какой-нибудь. Может, я его когда-нибудь продам там за 100 душ потом, а то еще-то пустая комната вообще не это... Не воодушевляет. Так, ладно, тут я еще не был, кажется. Что ждет меня за поворотом? Очень интересное... Архитектурное это... Решение. Очень интересное. Нихера непонятно зачем. Ой. Я пришел в итоге туда же. Это странно. Ладно, пошли вдоль второго этажа пройдемся. Хотя первым... На первом этаже эти... Ну, судя по всему, все. На первом этаже были такие бесполезные эти двери, то что... Да. Так. Значит, куда мы? Ну, пошли сюда. Так, что, наверх? Наверх. Черт. О, обожаю комнату с кучей взрывающихся бочек. А, да. Пикалпи, ароматная ветвь. Это все, конечно, клево и важно. Привет, парень. Давай подеремся с тобой подальше от взрывающихся бочек и взрывающихся камикадзе. Нет? У тебя другие планы на этот вечер. Блядь. Ну, что-то он ничего не зацепил. Нет. Стоп, а ты выжил, что ли? Как так вышло, что ты выжил? Или у вас двое было? Нет, что-то он зацепил, хотя я не уверен, возможно, это были мы. Ага, я нашел рычаг. Он поднимает одни ворота. Ой, этот парень поднимает вторые ворота. Я знаю, где мы. Нет, не знаю. Я хочу сначала вот сюда сходить. Так. Эм. Не очень полезно, но да ладно. Где-то тут нехилая популяция камикадзе. Кажется, мы нашли их. О, смотрите. Педрюкан московский. Странно, что он не спрыгнул мне на голову, типа, как только у него появилась такая возможность. Окей. Я должен это сделать. Я раньше никогда этого не делал, но я должен это сделать. Кстати, 52 веса это без лука, без факела, которого нет. А за них немало дают, кстати. Все, хватит играться с огненными стрелами. Слишком уж у меня их мало. Блин, давайте хоть самоцвет сожрем, что ли. Чуть мне не комфортно с них у хп. Так, где-то тут лифт. Что-то скрипит. Я не понимаю, что вот передо мной. Это бочки, а не какие-то двухмерные. Тут что-то скрипит. Вообще плохая идея вот так вот дверь открывать, потому что могут полететь. Фемиам, скептика. Блин, это лифт. Хочу ли я им пользоваться? Честно сказать, нет. Это что, это бой с боссом, что ли, там, за этими? Так. Я, к сожалению, не уверен, буду ли я их ваншотить. Так, в колу ваншотить. Мой лучший друг президент Лук. Надо сказать, то, что мой лучший друг Лук звучит лучше, чем мой лучший друг президент Путин. Так что я, наверное, лучше Тимати. Нет, не для тебя я покупал эту сырую херню. Не для тебя, пидор. Не для тебя. Ломайся. Дай мне доступ к костру, чертов говноед. А-а-а. Не для тебя это было. Ну, нет. Не ради этого костра. Вы говорите то, что, блин, хватило бы. Каменьшая кость дракона, огненная бомба. Я не совсем понимаю, тут что-то невидимое. Гладкий, щелковистый камень. Да, спасибо, что напоминаете, что я должен к пиклпи сходить. Ну, сука. Ну, что за гей. Ай. На том мосту, как высадка в Помаха-Бич. Ну, что-то я не вижу кучи стрелков, на самом деле, на этом мосту. Ну, сука. Это очевидный шорткат к боссу. Хотя это башня, я не уверен, что там прям в башне босс. Какова вероятность, что там босс в башне? Ну, блин, не для тебя. Коребаный. Не хочу. Не хочу. Я не совсем понимаю. А. Точно. Вон там лучники сидят, прям на этой башне сидят. Ну, по-моему, там нету босса. Порядность босса составляет 45 процентов. Скажи мне, что здесь сырая хрень лежит. У меня тут много самоцветов жизни. Ну, блин. Ну, мне реально не хочется тратить на... Окей, я вижу, он стреляет огненными стрелами. Он один, что ли? Э, она, блядь, прицеливается в меня. Долбаные японцы. Благо, ему не хватает ринжи. Как у меня с этим обстоят дела. Чуть получше. Да ладно, как я столько промазал. Не манси, чувак, и так большое расстояние. Мерзкий, вонючий гей, ты для чего тут стоишь? Чтобы, блин, убегать, что ли, мансить, или... чтобы стрелять по мне. Трюкан. Мне на самом деле проще этого пидора выманить сейчас внутрь и типа... Давай, пошли, поиграем. Ну, вот здесь вот, например, до сюда стрелы не долетают. Как-то так. Там не должен быть, босс. Хватит, что так быстро-то? У вас несколько штук стал? Или ты стрелять научился внезапно? полн грешников. Костер мне дайте? Я не намерен вообще терпеть этого. То, что там костер перекрыт говном. Я, кстати, помню этот лифт. Злополучный лифт. Вот, кстати, внизу, по-моему, там с этим лифтом есть костер. А вот тут есть лут. И тут в спину, по-моему, выбегает педрила. А, это и есть тот лифт. Я тебя не заметил, чувак, сорян. Пидор, тебя я тоже не заметил, сорян. Тихо, тихо. Блядь, человеческая фигурка, носочка, пяточки зацепились, все в порядке. Ах, вы мерзкие геи, мазохисты из открытого космоса, вас там сразу двое, это нечестно вообще. Может, я лучше воспользуюсь лестницей? О, найс. А че вы тут забыли-то? Я вспомнил, на чем я остановился в Дарк Соулсе втором, когда первый раз его пытался проходить. На ебучих горгулях был босс с двумя горгулями, или даже тремя. И я их так и не смог убить, и, кажется, они в конце этой локации, хотя, может быть, и нет. Но я дальше проходил, я проходил до бухты какой-то, которая, типа, бухты, и она такая какая-то, тем не менее. не, не, куда лифт ведет. Как-то я так умудрился пропустить тут парня с лутом. Замечательный парень с лутом. И с очень большой душой. Большой и добрый, я уверен. Он же мертвец, у него не может быть недобрая душа. Так. Ноги в кулаки сжала. Это, типа, я не знаю, это из крепкого орешка сжимать пальцы ног в кулаки. Ну, ладно, вы умираете из двух ударов, в принципе. Блядь, я надеюсь, что тут все доски целы и меня не распидорит, когда я встану на этот. А, вниз! А, так это и есть! Это и есть спуск в ту локацию, о которой я думаю. Да? Эй! Это она. А, нет, это не она. Это не та локация. Тут много каракатиц, уебищных и т.д. и т.п. И даже костра, по-моему, нет. Отстой. Блин, есть одна проблема. если бы я спрыгнул сейчас, то потом, прыгая вниз, я бы спустился в смерть. Поэтому мне придется сейчас еще раз спуститься, насладиться этой анимацией по-по-по- анимацией лифта. Я, может, я в этот раз возьму с собой друга, сейчас он пойдет, интересно, со мной. Нет, он здесь не шевелится, как в третьей части. Тут крокодильчик, да, что-то такое, я припоминаю. О, привет, братан. Я скучал. Так. Ну, это не стоило того, на самом деле. Я не пользуюсь всякими этими прибамбасами. Я вам, блин, что, Бэтмен, что ли, чтобы всякими гаджетами пользоваться? Всякие ножи? Или, может, вы считаете, что я ниндзя, чтобы пользоваться всякими отравленными ножами и тому подобной фигнёй? Нет, я просто баба в гладиаторских доспехах с волшебным электрическим мечом, который пьет фанту, чтобы восстанавливать все хп. Я не умею пользоваться всякими метательными сюрикенами. Ладно, все, пошли к пикалпи. Ну, сначала прокачаем один левел. На левел-то хватает, правильно? Ну, а потом пойдем к пикалпи. И к штуке, которую надо смочить корнем. Возможно, сначала даже к штуке, потом к пикалпи. Потому что штука ближе, на самом деле. А где пикалпи, я даже не помню. Туда надо проходить с самого начала игры. от бабок, скорее всего, даже. Это будет тяжело, я опять заблужусь, так что. Так, дай мне левел. Я даже знаю, что я прокачаю. Я прокачаю. ФЗЧ. Хорошо. До 20, наверное, ФЗЧ будет нормально давать, так. А потом начнет мало давать. 54,1. А было сколько? 56, по-моему. И это с луком? Нет, 55 с луком, по-моему. Да? Неплохо, неплохо. Приятно, приятно, что оно так капает. Так, серьезно. Но это не самые тяжелые доспехи в игре, надо сказать. И плащ просвечивает. просвечивает. У меня крылья, как у ангела. Я забыл. Я забыл, как я проходил. А! Туда мне надо. Вот сюда мне надо, точно. Теперь уже не начало игры, я чуть больше раскачан на этот раз. Там же сидел этот рыцарь и говорил то, что типа, вот там баба, блин. Правда, я почти уверен, что это проход в новую локацию и типа, блин, наверное, там довольно долго придется тусить в этой локации. 55 с половиной с луком было. Но за один левелап полтора процента с лишним сняло. Это нормально. Ты мертв? Ты мертв. Так, так, сначала давайте убьем всех. то мало ли. Так, два удара. Окей. Иди сюда и сражайся как мужик, а не через текстуры. у тебя три удара. Я точно помню, что вас тут было больше. ну не твое же, по-моему, кто. Ну что, почему? Они разобьют сверху свои клетки, камеры и спустятся. Ну давайте. Раз, два, уйти, уйти, уйти. Они боятся света, так что. Блядь, не слишком рано. Ну ладно. Ты один остался. Хочу иметь, что-то чуть-чуть с двух ударов убиваю вместо трех. Хочу с трех убивать. Наоборот, с двух. Черные бочки нельзя трогать черных. Да я кучу черных бочек с собой взорвал. Вот так вот и типа ничего нет. ебать ты, женщина. Ты же дочь кузнеца, если я не ошибаюсь. Привет. Я красавчик, да? Ну и долго у тебя анимация. Спасибо. А кто тебе сделал каменный? Меня превратили в камень, не могу говорить. Погоди, не уходи, прошу. Кажется, мне лучших игр. Не, у меня правда лучше в порядке. Меня зовут Разабать. Большое спасибо за помощь. Да это тот же странник. Я до сих пор тебя не отблагодарила. Что же, я немного разбираюсь в пиромантии. Словом, не примешь ли ты это в знак моей признательности? Радужный камень. Полное говно! Это хрень, как типа хлебные крошки. Бросать, я не умею им пользоваться. На меня напали, я превратился в камень. Кажется так. Я обязан тебе жизни, если бы не ты. Как стыдно, я одет в какие-то тряпки. А я думал, это нормальная одежка пироманта. Да, я вспомнил, что это не дочь кузнеца. Дочь кузнеца тоже продает всякие ништяки, а эта пиромантка бесполезная. Мне не хотелось бы быть обузой, ведь тебе и так пришлось спасти мне жизнь. Но ты только взгляни, моя одежда и сорвана в клочья. Может, ты поделишься со мной чем-нибудь? Мне все подойдет, все, что тебе не нужно. Я не особо придирчива, когда речь идет об одежде. Просто положи вещи на землю, я переоденусь позже. Будешь полным солдатом, я не знаю. Шлем. Ладно, шлем я тоже отдам. Я не совсем понимаю, она мне души за это даст или что вообще? Вот это вот четыреста двадцать три. Это что такое? Общая защита? Нет, это что-то другое. Ну ладно, держи. Думаю, ей надо что-то другое, но типа, окей. Колечки засчитать и мы от молнии от огня. Ну, когда-нибудь пригодится. Защит от огня, от молнии, от магии. Пламя пироманты. Ну и всякие штуки. Сырая плоть, которая переводится в третьей части обильный пот. Обильный пот. Вот так вот. У меня есть свой учитель, его зовут Карх... Кархилион Фолд. Он знаменитый маг из Мельфии, моего родного города. Я была просто очарована магией. Дело в том, что он просто, ну, просто невероятный. Когда он решил пойти в Дранглик, я не смогла отпустить его одного. Но потом мы потеряли друг друга в самом начале путешествия. Я несколько неопытно. Скорее всего, Мелорд просто бросил меня. Но, как ни странно, когда дело доходит до пиромантии, я быстро учусь. То, чем мы хотим заниматься, не всегда совпадает с тем, чем мы умеем. Поэтому, что мы умеем. Я не могу сосредоточиться на том, что действительно... Ох, мне не стоит быть такой разборчивой. Это, скорее всего, не мое дело. У меня есть... Ну, да... Окей. Окей. Я так рада этому подарку, когда я переоденусь и отправлюсь в Маджулу. Я не знаю точно, где искать Мелорда, но, возможно, в Маджуле самое подходящее место для поисков. Надеюсь, мы сейчас встретимся. Ну, давай-давай. Я тут дерну рычаг, если... Передерну пару раз рычаг, если ты не против. Рядом с тобой тут. Ну, посмотрим, что там тебя ожидало за этой дверью. Сука. Петушня. Они ведь по одному не ходят. А-а-а! Точно! Эти штуки, они же проклятие навешивают и из-за них каменеешь, типа. Но только неписи, они, типа, каменеют прям, каменеют, каменеют. А главный герой, типа, он умирает и, типа, да, из-за этого путешествия, оканчивается все дела. Страшно. Ух! Осколок фляги с эстусом. Найс, найс. Мне начинает это нравиться. Уже 6... Нет, 5, нет, 6 эстуса. Уже прилично. Ой, и костер. Господи. Господи, и костер здесь. Ну, Лерой, это была слишком просто очевидная шутка, я не мог. Эй! Я не мог подняться по лестнице после этой шутки, после того, как передернул рычаг. Эгей! Я не могу нажать на сочетание двух клавиш. Блядь, да что такое? Ты дорочишь меня, что ли, игра? Ладно, я сделаю немножко по-другому. Да почему? Э! Прыжок! Работай, сука. Да, блин, почему-то с лестницы не хочет прыгать вообще. Ну-ка. Вот прыжок. Блин, снизу вверх здесь как джедаи, типа, примерно такие же правила, снизу вверх вообще прыжок не идет. Я уверен, что можно это как-то проще сделать, типа, но... Вот, кстати, вот в этой локации я, по-моему, остановился в тот раз. Там впереди костер, если не ошибаюсь. Вообще не понимаю, почему прыгнуть не могу. Может, надо просто перекатиться. Может, сломать ли я? Тут, наверное, просто пройти можно пешком. непреодолимое препятствие, да? Да кто вообще архитектуре в это здание? Вы просто посмотрите, насколько оно нелогично. Кто, бля... Как с лестницы перейти вот сюда? Сука. Ну, наконец-то. Окей. Ой. Вот ты не похож на обычного упыри лорда. Блядь. Ебать, это что у тебя тут? Это у тебя наковальня на веревке? Бать, наковальня на веревке. Вы видали такое говно? Это грим. Это был грим. Не тот, что брат, а тот, что не брат. Бля, мне придется повторить этот великолепный прыжок еще раз, чтобы на другую сторону зайти. Это так сложно. Кстати, еще одна ветвь есть, а то где-то возле Пикл Пи тоже статуя проход закрывала, причем не просто проход, а стену тумана. Так мы там были. Мы же туда прошли к гробу с помощью этой ветви. и осколок фляги с эстусом нашли, Надо внимательнее смотреть стрим. Ставлю тройку за наблюдательность. Найс. Видали? Все. Я уже начинаю в этом, типа, как рыба в воде плавать в этих лестницах и текстурах японских. Всегда мечтал прыгать по японским текстурам. Так, что-то это оказалось не очень продуктивно. И самое главное, что в эту сторону можно кататься, а в обратную как-то не получается. может я кривой. Но такой вариант обычно не рассматривается. И мне интересно, вот как наверх по пам-пам-пам-пам. Пикал пи. Эй, кто нас закрыл? Ты же в курсе, что мы не можем отсюда выйти, женщина? Нас как бы закрыли, тут нам придется вдвоем коротать до конца своих дней. А вдвоем может быть не так одиноко, как в одиночку. Тем более, что мы оба нежити, наши дни наступят. Ну, на самом деле, довольно скоро. Типа, нежить не бессмертная, нежить, когда долго, типа, бесцельно странствует, становится полыми, такими, как местные эти просто долбанутые черви, которые ходят и просто бьют всех. Зомбари, типа, скелеты и так далее. Так что... Так, ну, у меня там... Сколько мне надо на левол? Я боюсь, на самом деле, всегда левую кнопку мыши нажимать, когда я стою лицом к этой херне, потому что, если ее ударить, то может произойти что-то плохое. Я вот не уверен, там я какую-то большую душу солдата лутал, и вот сколько с нее душ? Вряд ли больше, чем 3000, чтобы мне хватило, так что... Полный отсос. Ладно, давайте найдем эту женщину, Мачули. Где-то она должна быть. Разве нет? Эй, женщина. Вряд ли ты в доме у кузнеца. Это было бы неправильно с твоей стороны. Ищем полого рыцаря. это, в общем-то, то, что нас интересует. Может быть, ты пошла с киской играть? Учти, это моя киска. Киска, что-нибудь новое скажешь? Я думал, с тобой пришла новая, это новая, мадама. Ты уся там, мадаму, новую не приютил? Вряд ли. Куда залезла женщина в лохмотьях? В какую дыру? Вот в чем вопрос. Самое главное то, что я, типа, я должен ее узнать, когда увижу. Есть у нас печальный рыцарь. Печальный рыцарь, бабу не видел? Ну, не меня, в смысле, а другую. Буквы стерлись до неузнаваемости, кстати, а что это за... Я думал, я с помощью вот этого, с помощью статуи без букв, типа, ну я же лорд Дарк Соулса весь на 100% наизусть знаю, я подумал, может быть, я смогу просто по статуе понять, кому она принадлежит, типа, и что там написано. Смертей по всему миру 36? 27! 27! Пиздоболе! 27! У меня написано максимум одна погрешность. Я не знаю, что это значит, но это не мои смерти. Не волнует, этот елдак каменный врет. Вообще нет. Вон там, сверху написано. 27. В особняке, в подвале, ну, типа, это не ее особняк, я не знаю, какого хера она. Ну, пошли, посмотрим особняк, там, кстати, карта может обновиться, появилась. Ну, это не ее дом, она бы, я не знаю. Хотя, возможно, она там уже кутит с этим, с владельцем особняка, который карты любит. так же как и у меня нету желания выслушивать твои мягкий код. А, похоже, похоже, Так, наверху. Я слышу звук. Ну, что это за звук? Ну, вот мне эти же барсуки, крыса-барсуки, блин, этот, этот звук издает. Или они? По-моему, нет. я заблудился. Куда тут идти, чтобы попасть в баналы этих подземелий, сука? А-а-а! Я просто пошел по кругу. О. О, да, тут теперь, блин, ну, мужик все еще один. Смотри, мужик, тут у меня эти штуки всякие горят. Типа, я был тут, я был там. Ой, если два огонька это прогресс прохождения игры, то я прошел примерно два огонька из дохера теперь здесь еще больше не не представляет куда не берутся да ты это уже говорил мне чувак мяу-кот мяу только женщину мы так и не нашли блин когда я найду черкач я буду поджигать все эти которые только увижу господи как же тут пиздецки темно может еще на костре посидеть мелкий вонючий пороси сенка я даже не понимаю что ну ты что-то связанное со свиньей и не знаю дмитрием лариным возможно что будет с дмитрием лариным если он съест свинину или тип того пошли вниз спустимся там тоже кто-то должен быть не может быть игра настолько большой ну такое так ты новая персона но ты явно не тот кто до встретить основа честь на ты там сидела эта комната не так просто как кажется из нее не один а целых два выхода и только с помощью этой милой штуковины можно открыть другой путь и это мило штуковина работать на чудесах если хочешь могу с тобой поделиться ну ты бесполезная по факту то и у тебя все дорого чтобы создать чудеса надо крепко верить в богов чудеса никогда были историями которые рассказывали боги мы хранили храним их волю и мудрость молимся их величию и они благословляют нас в ответ тебе нужно укрепить веру мы передавали чудеса со времен первого пламени подумать только они существуют с начала времен разве не удивительно а теперь и ты можешь заполучить эту силу не упусти свой шанс встать на пути просветления что такое первое пламя ну это нет поиск твой разум еще не готов принять это да ладно каждый кто играл в первую часть знает что такое первое пламя тебе нужно больше веры и чудес много много чудес она я знаю это ведет совсем другое место устройство не поддается поддайся это же не какой-то тесс она поворачивает комнату за души меркантильная сволочь ну и хрен с ней у меня пока еще есть места куда мне можно сходить вот бы только женщин найти я не знаю зачем мне пиромантия не нужна но я хочу диалоги почитать может я просто мало подождал давайте подождем еще раз о вот она падла ты где так долго ходила ну и что что там была закрытая дверь надо было снять с я боюсь то что я уже не смогу заставить ее снять себя вот эти вот шмотки на пик пикули шапку и пикуль шапка кстати перчатки не надела этом ну я и дал то есть перчатки это мои вот и она их не надела шлем явно был ошибкой ну я надеюсь то что она типа переоденет его матросит увидели подход через горы я столкнулся с ужасными вещами не раз была на волосок от смерти как бы это тебе бы в боков побольше верить это твои чудеса которые ты рассказываешь какие-то не чудесные давай я типа еще посижу и мы посмотрим и мы посмотрим о вот этот прикид мне больше нравится вот этот факт найс вот так вот я принципе окей потом да расскажешь свою историю в принципе так лучше я думаю никто в чатике не будет спорить она же пиромант огонь в руке какие уж тут перчатки но не знаю в трешке же я перчатки ношу хотя у меня тоже есть перомантическое заклинание целое одно на самом деле больше но поскольку мне 10 веры я могу использовать только одно я так думаю то что от этих бабок надо к пикал пить и но блин я щас реально блуждать буду ну потому что это я и потому что это я ой бабки бабуленьки так стёр зажечь факер факер зажжён осталось только узнать так там кто-то умер я души получил меня устраивает а зажечь зажечь штуку чтобы можно было потом зажигать больше о я вспомнил и колпи здесь точно найс ну чё пикал пи давай чё ты хочешь гладко силки ну силки я могу силки носилки и я подбирал какая-то шелковистую мразь или тип того нечто окаменевшая гладкий щелковистый камешек окей так как как тебя выкинуть такой хороший гладкая так камень кровотечение снова гладкая смысл я уже дал гладкая разве вы несколько раз принимаете одно и то же давай на этот раз шелковистая дам на голод а это маленький а это большой давайте дадим большой им только камни что ли можно в этой части передавать грубый камень блин не знаю озвучка в третьей части в разы лучше вот у этой вот штуковины чем ну чем вот здесь соответственно так что давайте нечто окаменевшая попробуем дать какой хорошая гладко она окаменевшая но потреска в потресканное все там было видно что она вообще никудышная старый кнут можно кстати уже пожар рядом с гнездом наверное не стоит блин я не знаем я не знаю что они здесь они вообще все подряд принимать ну вот например в третьей части можно бомбу выкинуть и можно крутой кусок титанита получить здесь видать и не только эти камушки пол ну блин надо список короче будет посмотреть вещей которые принимают это херня но если только вот эти если она но я не знаю чего на разные вещи все время дает камень темной ночи ну то есть можно бесконечно им давать грубый камень я уже им скину я надеюсь то что количество в котором кидаешь им не важно типа они все равно дают одинаково мерцающий камень ну короче они для заточки дают камни я так понимаю даешь им всякую херню камушки круглые они дают камни для заточки давайте чисто поржать выкинем оба смысле не то вы чё тупые что ли вы разделить их не можете а если по одному дам то что будет то окей давай да да окей грубый камень они тебе дали так грубый камень это для заточки они они походу ничего больше и нет они туповаты слегка их двое они не могут поделить один камень яда сейчас для заточки чем тем скинем например он круг и камень а его даже выкинуть нельзя только уничтожить так что камень титанита будем выкинуть на печаль ну а чуть только открывает камеры в забытой крепости ну хорошо хоть один ключ я так понимаю здесь на всю локацию работает так что пикал пи здесь совсем не тот блин вообще не тот пикал пи да пошли вы дайте спуститься так вопрос как я как мне она сейчас прямо в машину прибегу в принципе окей в тот раз в принципе тоже когда я видел надо было бегать не смотрю от старух наверное потому что до маджу вы подальше путь вопрос на миллион зачем уничтожать предметы ну да чтобы инвентарь не засирать в принципе так она все еще в моей шляпе надеюсь что ей нравится моя шляпа чё-то я хотел хотел заюзать души мне надо 7000 с лишним пушку дашь пушку дало флягу с эстасом забыл улучшить так 7400 должно хватить на лаву хватит на лаву и тиселла на из вы зачем продолжим пока качать вы зачем сколько у меня там 64 с чем-то было посмотрим для газ сама ты проклятый 52 и 9 53 да довольно приятно теперь восстанавливается энергия не так быстро все равно как хотелось бы но я не уверен на самом деле что в трешке быстрее если подумать так-то логически так ну ладно со второй частью на сегодня закончим неплохо неплохо очень мне нравится как быстро я выношу боссов словно я блин хренов этот вообще супер монстр хочу третью запустите кое-что посмотреть ну на самом деле мне ничего не хочу посмотреть ну так сравнить хочу как быстро восстанавливается энергия там и тут и хочу послушать пикал пи тум-ту-рум тум-ту-рум пикал пи ю ю ми ми пикал пи тум-ту-рум тум-ту-рум у меня ключ правда не куплен вот это проблема в этом я new game плюс плюс а мне не особо нравится скорость которой ты боссов уносишь да ладно это первый босс и я еще успею на по и пацан на ком-нибудь плюс надо же осознавать то что все таки я же не какой нибудь ну баз я все таки dark souls 3 прошел надо больше на боссов видеть конечно блин мне не хватит душ чтобы купить ключ ну вот у меня сейчас 66 но у меня очень тяжелая броня надета типа как ни странно я до сих пор с этим мечом меч тьмы плюс 10 потому что лучше оружия я так и не нашел но двуручная какой-нибудь возможно и наносит больше урона хотя я 550 даже за точкой на плюс 5 по моему по моему хрен найдешь оружие а оружие как видите я перепробовал достаточно у меня его блин дофигище блин игра лагает потому что у меня настройки стрима стоят сейчас не такие посмотрите как мало перекат здесь энергии отнимает просто яма там я могу перекатиться четыре раза максимум пять здесь даже если бы у меня не было столько стамины раз два три четыре пять шесть семь восемь на игра люто лагает но у меня настройки стрима потому что стоят сейчас на то чтобы качество типа было высокое а ну и процессор за зажирался посильнее третий dark souls это уже типа не тянет а вот второй нормально более-менее это подлагивает иногда я посмотрю вообще есть ли смысл так стримить то есть насколько действительно качество у вас сейчас лучше судя по тому что вы ничего не пишите у вас качество нифига не лучше хотя вам пофигу вы мне позавчера доказывали что у вас ничего не лагает хотя я потом пересматривал воды и действительно лагала сегодня у вас ничего не должно было лагать кроме моментов когда у меня сама игра лагает блин я прям даже не знаю я не могу просто у меня гигант йорн мне это не открыт может я могу чего-нибудь сожрать на двадцать тысяч душ есть у меня души какие-нибудь дерево великое блин нет обычных душ нету есть только души боссов танцовщица я ее уже убил просто в этом прохождении сразу ну четвертым боссом не даже третьим боссом сука танцовщица всего десятку дает типа в моей раскачке это не сложно сейчас давайте продадим предлагаешь я мог бы запрыгнуть туда естественно но мне впад запрыгивать особенно с такими лагами еще одна танцами понтифик салливан повелитель вольнир дьяконы глубин блин за дьяконов глубин двадцатку дают это самый никчемный босс на свете за него 20 господи так к тем и ключ давай ключ да 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 побольше душ ты меркантильная я опять заблудился дважды пройдя эту игру я заблудился с такими настройками ds3 больно смотреть подвисание одну секунду через пять сек стабильно смысле ты имеешь ввиду блин твич подвисает или чё потому что как бы если у тебя идет подгрузка твича то ну тут дело как бы не во мне у меня потерь кадров нету у меня просто фпс в игре около 15 я не знаю может 20 я не пойду сейчас эту башню типа ебал я я хочу просто насладиться рам па м переходом м м м м пиколии м м помпиро ам м правда отдавать не особо нечего ну то есть ну то есть я могу и много чего отдать но типа например мне титанита достаточно у меня всех видов и камней всяких на заточку хочешь камней на заточку на огненный чё я слишком плохо кинул блин да прям в кнезде стоять не у меня больше вот этих вот наверное не примет даже не такая печальная в конце ладно это 10 из 10 10 из 10 господи ну я говорил что это не 10 из 10 но будем считать что это 10 из 10 о да я его когда в этот раз убил этого типа мерзкого вонючего он упал у меня я типа с него лут не полутал а вот теперь вот здесь лежит с него в общем-то та же у дикатана даже не плюс один блин не плюс 2 насколько же она лучше выглядит ну на самом деле ну да типа это безусловно третий dark souls очень клёво визуально и стилистически сделан но это все-таки next ген против паст гена все дела но я так же думал когда смотрел на видео этот второй dark souls и второй dark souls надо сказать но он не так на самом деле разочаровывать как может показаться там графика вполне себе приемлемая ничего такого в ней нету прям плохого хотя на видео конечно так может показаться особенно после того как поиграешь в третью часть которая выглядит просто охренительно вот помпара not пикалки